приветствую всех ребятушки привет мы едем сейчас из замечательного места называет сам шанский двор советуем там покушать когда-нибудь и сейчас мы развернем камеру покажем какая у нас классная погода и поговорим опять же о строительстве тема строительства у нас никуда не девается и надо рассказывать развивать вы знаете очень интересную тему о которой мы хотели творить это вот на чем стоит экономить и на чем нельзя экономить на строительстве на чем реально можно сэкономить на чем видно что застройщики экономят конечно же роман расскажет и так вкратце начнем с того что при строительстве дома мы все привыкли в сочи строить монолитно-каркасные дома первую точность на чем нельзя экономить так это конечно же на опорных стенах и на монолитных каркасах именно дома поскольку это основа дома который будет на себя брать всю нагрузку которая рассчитана вот сейсмический район и были такие случаи неоднократно я выезжал на оценки домов и видел что опорные стены начинали лопаться все из-за расчета на экономию и потом доливали какие-то контрфорсы которые уже в дальнейшем работать будет неправильно ну и вообще в принципе я все понимаешь что такое контрфорс до контрфорс это упор опорной стены так кратце который устанавливается на подошву опорной стены и дополнительные дает усиление для опор опорной стены но я думаю это в дальнейшем наших роликах увидите более когда мы будем на объектах но и даже когда когда детально будем разбирать уже что-то на объектах сейчас да речь идет о том что это вот основа которая трогать ни в коем случае за если проектировщик спроектировал замытируем по проекту да мы строго идем проект армирования углов формирования стены используя той самой марки бетона который именно рекомендация именно проектировщика далее у нас идет конечно же это заполнение стен то есть это тот материал который нас будет ограждать вот внешний фактор до среды так сказать это блок конечно можно выбрать допустим газосиликатный блок он будет сейчас на данный момент один из самых бюджетных при строительстве именно в городе сочи поскольку у нас те материалы допустим как керамзитный блок производящийся здесь именно в сочи он дороже чем газосиликатный блок привезен из краснодара поскольку логистика аренда помещение всего остального и качественный хороший вонер луками просто да расскажем в общем если вы хотите построить недорогой бюджетный дом то в первую очередь можно выбрать не потеряв качестве это газосиликатный блок можно пройти допустим стеной в 200 миллиметров но при этом немножко будете затрачиваться в дальнейшем на коммуналке если мы будем уже использовать 300 газосиликатный блок то есть понимаете да вот так вот блок положить либо его стоит чаще всего как раз таки когда вы смотрите обзоры риэлторов я показываю дома когда на продаже показываю чаще всего 20 20 ставим то есть на ребро блок и фасад пятерка и утеплитель это вот честно говоря вот это минимум который застройщики делали то чтобы заработать да вот я допустим в своем доме же рекомендую использовал свое доме газосиликатный блок 300 миллиметров плотностью d500 и дополнительное утепление газосиликатного блока 5 сантиметрами минеральной ваты но при этом я еще дополнительно утеплял монолитные именно элементы такие как колонны ригеля 100 миллиметров xps ну проще сказать пеноплексом это у тебя до такие сложности сложные термины не все поймут просто вот скажи на чем сэкономить человек если он возьмет 20 блок или 30 блок поставим он только сэкономит дальнейшем обслуживание дома в плане коммуналки потому что в сочи кто бы что не думал вроде все считают что тепло в сочи сумму примерно я думаю что не больше ста тысяч рублей это между двести три пишите в комментариях готовы ли вы с бюджета там пять миллионов в доме утончить себе стены если вы будете строить чтобы сэкономить себе сто тысяч дальше вот смотри утепление она же разное бывает на этом мы не будем перечислять просто какой утеплитель можно применить и которые применяют допустим застройщики может быть даже удешевить проект знаешь знаешь сейчас на данный момент стоимость минерального утеплить то есть минеральной каменной ваты у всех производителей примерно до этажа многие бывают об пенопласт какой-то ставят да как это можно использовать экструдирован пенополистирол это самый дорогой материал это и есть пеноплекс либликс дешевле он выходит это самый дорогой материал то есть он дороже конечно он дороже то есть именно вот утеплитель минвата он дешевле да но самый дешевый материал это простой пенопласт который это самый дешевый утеплитель который можно применить при строительстве своего дома да он нам даст эффекта утепления но как я знаю вот даже грызут грызуны потому что его легко грызть да еще смотри перешли мы тогда к фасадной части вот дом построили ничем не экономили утеплитель нормально сделали фасад на чем можно сэкономить или наоборот разориться там вообще у нас принципе уже спокон веков самый является самым дешевым отделочным материалом фасада это просто края в принципе по стоимости если производители самого края да там штукатурных смесей краски конечно можно выбрать бюджетные материалы там допустим какие крейзер либо что-то такое подобное либо там сизов много разных производителей дорогой а дорогой это царизит допустим но фасад краску жить и курилу нет если не краску например фасад а если сам фасад дорогой фасад это конечно же идут вентилируемые фасады это допустим алюкабонт это кемьюки это панели такие типа керамических это допустим керамогранит может быть это может быть подвесной клинкер а вот дагестанский камень тот же как он наверное по стоимости средней будет стоимости между осадами вентилируемым фасадом и края потому что но даже давайте так в разницу вам скажу квадратный метр изготовления фасада полного пирога с работой края да это где-то в районе пяти тысяч рублей за квадратный метр вентилируемый фасад начинается от десяти тысяч рублей за квадратный метр дагестанский камень где-то в районе может шести с половиной семи тысяч если использовать хороший так отлично переходим дальше устанавливаем окна какая здесь может быть экономия тут конечно же экономию может быть в стеклопакетах может быть в самый храмов то есть можно взять алюминий не утепленный можно взять алюминий утепленный можно взять пластик дешевого производителя можно взять пластик дорогого производителя с более толстым профилем можно взять стекло однокамерное допустим стеклопакета можно взять двухкамерный и если взять все тонированные какие-то стекла может сейчас но да там не разница не сильно большая допустим если взять прозрачное остекление взять там solar design может быть там разница будет совсем со всего допустим комплекта окон на 50 тысяч рублей но она по крайней мере до серьезно защищает от ультрафиолета потому что уже проверял я проверял неоднократно там приходите на дом прям руку на бетон кладете в тени там ледяной где там кладете на бетон где светит через прозрачные окна то он он становится ну тоже он прям кипит точно не а если у нас с каким-то напылинием идет стеклопакета у нас температура примерно одна этажа так переходим тогда кровли кровь отрывы строят дом одноэтажные двухэтажные но при этом вот чаще всего попадают шале и деревянные перекрытия тоже экономит правильно строить за это же не монолитный потому что спать и рамок руб да потому что в последнее время допустим исполнение наших проектов мы рекомендуем заказчикам выполнять все-таки балки основы шалешных крыш из монолита то есть это будет монолитные балки которые у нас будет установлены как на коньковой части как и на маурлатные части кровли то есть опора всех остальная доска это экономит если мы не не шали возьмем обычный сильно проект потому что ну я думаю наверное около полумиллиона потому что именно изделия бетонные в плане балок она сама по себе выходит по работе дорог потому что работа работы много бетона немного работы много чтобы это все сделать а просто поднять стены залить сейсмопояс и потом поднять крышу из дерева это ну конечно самый дешевый элементарный вариант в разных городах средней полосы например применяется кровли это металлочерепица профлист как мы к этому относимся здесь я так я так скажу материал качественный долговечный к нему никогда никаких вопросов не может быть единственный минус данного материала то что он сильно нагревается выгорает естественно краска и еще один нюанс это конечно шум от дождя потому что все-таки город сочи в зимнее время года довольно-таки шумный а если вы хотите себе дом шале либо там еще там спальня подойдя его спальня то будете наслаждаться звуком до пения дождя но любом случае кого-то это раздражает кого-то нет естественно в этом плане мы выходим и что из этой ситуации это сразу самое из бюджетных это мягкая черепица допустим какая-то двухслойная однослойный я вообще принципе не рекомендую потому что этот материал считается для отделки каких-то бытовых бытовых помещений там навесу навесов да но для своей крыши все-таки чтобы он был долговечный и хорошо служил это хотя бы двухслойные есть еще больше многослойные они тут трехслойные они стоят гораздо дороже они гораздо долговечнее с вами себе качестве и самый наверное сейчас дорогой материал это на реклик пальц это тоже металлической крыши но она очень красиво смотрится на очень долговечную но ее минус она тоже шумит вот хоть бы что она строит вот здесь вот такие дома где между первым и вторым этажом делают деревянное перекрытие в плане экономии люди которые самостройщики их называют да они такое делают практикуют за основу наверно берут строительство там я не знаю краснотарь в средней полосе но очень много минусов минус во первых вы не можете создать в своем монолитном каркасе диск жесткости за счет просто сейсмопояса нам нужно обязательно монолитная плита либо вверху либо посередине поскольку это опасно да со стороны сейсмики это опасно и вот еще огромный минус любого деревянного перекрытия конечно батуты шум и от деревянных перегородок или деревянного перекрытия нельзя добиться шумоизоляции хорошие вибрации то есть вы будете находясь в зале вы будете слышать как ваши детки прыгают дом построили например ни на чем не экономили или наоборот супер эконом сделали возвращаемся к участку на чем здесь мы можем сэкономить в первую очередь конечно это не сразу делать благоустройство заборы тоже очень много разных расценок и всего остального то есть наверное самый один из дешевых сейчас вариантов ваннера сравниваю это профлист наверное и допустим деревянные деревянный забор то есть деревянный штакет это будет самый дешевый но с деревом да надо постоянно обрабатывать а профлист опять же это нагревается ваш двор он не проветривается я конечно к нему отношусь честно говоря так не очень да я больше люблю такие материалы как евро штакет это все на даче это проветриваемый классный забор вас прямиком не видать может под 40 его не постоянно не в них прямо это самое с разбегом а вот как шахматы можно поплотнее поставить можно наоборот поменьше до поставить то есть это будет от вас есть потому что тоже чем больше планк тем дороже выходит а стоит экономить смотри вот не ленточный фундамент заливать под забор а вот пробуривать как так называемые сваи да там и просто стал бы ставить это экономит или это нормально и но на этом будет держаться забор я была лучше бы тогда закрутил винтовую сваю я бы закрутил винтовую сваю допустим опять же такой забор можно применить тех местах где у вас нету соседей с кем-то потому что ну может у соседи быть животные они подкапываются пролазит все-таки да есть монолитные ленты животные ну и никак не пройдет не пролезет просто не пройдет опять же экономит например на теле территории заезд например да вот насыпят щебеночки потом тут же позовут допустим или сами на месяц раствор сделают и этого достаточно и думать ну нормально же красиво экономит до экономию поскольку бетон бетонные площадки бетонные отвозки заливать одним большим куском принципе тоже не рекомендуется рекомендуется заливаться все с демпферами и все-таки рассчитывать толщину плиты и подушку нужно нормально конечно надо хорошо там воды не проходить хорошо во первых подготовку сделать надо хорошо отрим отрамбовать щебень подготовку вообще подготовка фундамент под фундамент дома и под любые типа фундамента это самая главная основа потому что не только у нас фундамент перед переносит нагрузку на грунт у нас подготовка даже больше переносит нагрузки на грунт нежели чем там допустим внутренний скелет дома это как можно назвать позвоночник человека как ты его сделал страны на весной будет она весной можно сделать или доделать как-то вот потом да там тот же вернуться к фасаду там чуть попозже на без проблем но но лучше всего делать не экономия на вот внутренней части самого дома ребят я надеюсь вам видео понравилось тематические видео на нашем канале о строительстве будут выходить с регулярностью у нас очень много тем поэтому вопрос очень просто но вы можете быть первым кто попросит какую-то тему уже сейчас в первую очередь озвучить поэтому звоните пишите напомню что строительство домов у нас есть готовый проект который мы показывали на канале с ценой за 39 тысяч за квадратный метр это монолитно-каркасный дом с блочным заполнением фасад караед да да стиль хоть типа хай-тек вот это прямые линии да с окнами с да и кровлю все-таки из двухслойные мягкой черепицы потому что ну то есть стандартно нормальный да и даже караед будет все-таки выполнен как из говная палок как многие могут до носка будет на дарает выпало всего церкви цена 5600 ребят 5600 140 квадратных метров в чистоте чистоте 120 хотел просто центрировать внимание то есть мы будем говорить как есть поэтому можете обращаться видео по поводу этого проекта у нас уже на канале есть у нас есть на нашем канале плейлист по поводу строительства зайдите туда смотрите там видео все мы добавляем добавляем и будем добавлять хорошего вам настроения всем пока всем подписывайтесь на канал пока